Здравствуйте! Время новостей на 12-м канале. И вот о чем мы расскажем в ближайшие 15 минут. Расходы возместят 10 миллионов рублей на компенсацию счетов за электричество, направят жителям Знаменки. Репетиция весны. Амичам пообещали теплое начало февраля. Не удержался от наживы и устроил спектакль с переодеваниями. Амич снова пойдет под суд за разбой устроенной в квартире пенсионера. И делайте ставки. Авангард встречается с лидером Запада. Удастся ли ястребам остановить локомотив? На компенсацию расходов на электричество жителям Знаменки выделят почти 10 миллионов рублей. Деньги направят из резервного фонда Омской области. Компенсации почти по 17,5 тысяч будут выплачены тем жителям, которые из-за перебоев с газоснабжением перешли с голубого топлива на электрокотлы. Переводить деньги начнут через МФЦ после 15 февраля. Напомню, из-за истощения Теврисского газоконденсатного месторождения подача газа в дома Знаменцев была ограничена. Теперь район ждет большого газа. Проектные работы по строительству газопровода от Большеречья до Тары запланированы на нынешний год. В региональной полиции напомнили об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях. Посты, агитирующие выходить на улицы, в том числе и несовершеннолетних, сейчас распространяются в соцсетях. В МВД официально предупредили, что подобные призывы и выход на митинги влекут за собой ответственность вплоть до уголовной. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Омская полиция призывает родителей уделить повышенное внимание детям. Объяснить им, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение подросткам противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, приведет к привлечению родителей к ответственности и постановке подростков на учет в органы внутренних дел. Записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлинике по месту жительства МИЧИ могут не только через портал госуслуг, но и по телефону и при личном обращении в регистратуру. Об этом сообщили в Минздраве. Списки желающих поставить прививку формируют в каждом медучреждении. Сейчас запись идет на февраль. Процедура проста. Человека занесут в лист ожидания, а после направят к врачам. От коронавируса в регионе уже привились больше 6 тысяч человек. Хотел потравить тараканов и обокрал пенсионера. Об этом в полицию сообщила социальный работник. Женщина пришла навестить своего 60-летнего подопечного и узнала от него о краже и вызвала полицию. Мужчина рассказал, что в его комнату постучался неизвестный. Он был в медицинской маске и представился работником санитарно-эпидемиологической службы. Предложил потравить тараканов и, посыпая стены белым порошком, спросил про деньги. Якобы руководство требует переписать номера купюр. Пенсионер заподозрил неладное. Я говорю, я тебе денег не буду показывать. А он соскакивает, он на диван у меня сел, а я боком стоял около него. Но меня повалило, а что мне валить? 50% парализации. Ну и давай за кадык душить. Где деньги? Силой ему удалось отнять у пенсионера 22 тысячи рублей. Подробных примет нападавшего у полицейских не было. Маска скрывала лицо. Опознать подозреваемого помогла также жительница этого общежития, которая увидела мужчину с купюрами в руках. Им оказался сосед уже на допросе. 50-летний подозреваемый во всем сознался и объяснил, как решился на нападение. Украденные деньги подозреваемый успел потратить. Купил новый сотовый телефон за 10 тысяч рублей, который потом заложил в ломбард за 3200. Отпраздновал такую невыгодную сделку алкоголем. Кстати, в 2014-м мужчина уже был судим за разбойное нападение. Эта же статья грозит ему и сейчас. Сесть за решетку он может на срок до 12 лет. Метераны боевых действий. Инвалиды уже 1 февраля получат повышенные пенсии. Пособия этим категориям граждан проиндексируют на 4,9%. Об этом сообщили в Омском филиале Пенсионного фонда России. Напомню, с начала этого года в среднем на 1000 рублей увеличились выплаты у неработающих пенсионеров. Прибавка фиксированная 6,3%. Поэтому доплата зависит от размера пенсии, который человек получал до этого. Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что мячи еще могут успеть получить 5000 рублей на ребенка до 8 лет. Для этого нужно оформить заявление на портале Госуслуг. На единовременную выплату могут рассчитывать семьи, в которых ребенок родился 18 декабря 2012 года и позже. Выплата положена и малышам, которые появятся на свет до 31 марта этого года. Если детей несколько, выплата назначается на каждого ребенка. В каждом районе Омской области появится отделение Российского союза молодежи. Об этом сегодня договорились глава региона и председатель общественной организации Александр Бурков и Павел Красноруцкий обсудили перспективы взаимодействия правительства региона и Российского союза молодежи и подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, которое, к слову, продолжается уже почти 20 лет. Один из самых крупных проектов, реализованных за это время – российско-китайский бизнес-инкубатор. Площадка дает возможность молодежи реализовывать свои идеи и выводить их на международный рынок. А создание в районах области филиалов позволит школьникам и студентам даже из отдаленных населенных пунктов участвовать в масштабных проектах, которых должно стать еще больше. Сотрудничество действительно у нас налажено тесное, плодотворное. Хотелось поблагодарить вас, в первую очередь, за то, что вы сегодня даете, ну, точнее, раскрываете нашей молодежи новые горизонты. У нас очень много совместных проектов. Спасибо за нашу молодежь, за те возможности показать себя на федеральном уровне. И хотелось бы более активно, наверное, продолжить дальнейшее взаимодействие. Мы сейчас перед собой ставим задачу не только давать возможность самореализовываться молодежи в творческих, лидерских проектах, но и в социальных практиках, на местах, в муниципалитетах. Здесь хотелось бы тоже от вас получить некую такую поддержку, поддержку этим инициативам, потому что на местах очень много интересной, талантливой и инициативной самой главной молодежи, которая может сама определять на местах тот проблемный сектор, который она может каким-то образом изменить. Омские синоптики вновь прогнозируют перепад температуры. Сегодня столбики термометров окажутся на отметках в минус 4, минус 9, а в субботу ночью опустятся до 15-20 градусов ниже нуля. Днем будет минус 13. Такая же погода ожидается и в воскресенье, а уже в феврале мечей ждет оттепель. Температура постепенно повысится. 3-го числа будет по весеннему тепло. 0 градусов и может пройти дождь. Печальная новость. На 64-м году жизни скончался известный омский журналист Леонид Евсеев. Блистательный рассказчик, интереснейший собеседник. Таким он навсегда останется в памяти коллег. Леонид Евсеев оставил яркий след в журналистике. Работу главного редактора нашей газеты Шербакульского района совмещал с краеведением. Выпустил 11 книг, статей и очерков о малой родине. В прошлом году стал лауреатом высшей награды премии «Золотое перо России». Для журналистов новость об уходе Леонида Степановича стала ударом. Его уважали и любили. 12-й канал присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Леонида Евсеева. Омский «Авангард» сегодня сыграет против лидера западной конференции Ярославского «Локомотива». Встреча с железнодорожниками наша команда завершает выездную серию, в которой предыдущие матчи увенчались победой и мячей. У противников одинаковые амбиции. Они ведут борьбу за удержание более высокого места в первой четверке, что позволит начать первый раунд плей-офф на домашней площадке. Кроме того, у каждой команды на данный момент трехматчевые беспроигрышные серии. Кому удастся умножить этот успех, покажем в прямом эфире. Смотрите трансляцию матча «Локомотива-Авангард» на 12-м канале в 21.45 по омскому времени. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Взрывной пиар от профессионала в Омске состоялся мастер-класс директора маркетингового агентства Олега Воронина, известного по громким акциям для сети фастфуда «Бургер Кинг». Встречу с одним из самых известных пиарщиков России организовала компания «Эфка» в рамках сотрудничества с омскими вузами. Студенты политеха, классического аграрного и финансового университетов попробовали себя в роли создателей информационных поводов для продвижения компаний и брендов. Самым лучшим предложили работу в инновационном центре «Бирюч» компании «Эфка». Подробности у Дениса Ионоса. Вам дадут типы событий, вы просто называете тип событий и думаете, как сделать из этого пиарщика. Для омских студентов мероприятие, организованное компанией «Эфко» – уникальный шанс перенять навык уакуума. Кулы российского маркетинга, создателя акций продвижения бренда «Бургер Кинг». Олег Воронин учит, как разрекламировать продукт, чтобы его купили. Помогут в этом соцсети, где вирусная реклама превращается в горячую новость. Например, такую, как гамбургеры из растительного мяса или биосинтезированный сахар для диабетиков. «Тут нет ничего сложного. Это технология. Если делать, получится любого. У кого есть руки, глаза и рот, кто человек, тот будет успешен в взрывном пиаре. То есть это новость, которую вы репостите. Любая новость, которую вы репостнули о бренде – это взрывной пиар». Передовыми разработками занимается группа компаний «Эфко», которой нужны талантливые маркетологи. В рамках сотрудничества с омскими университетами отечественный гигант по производству молочной продукции, растительных масел и здоровой пищи ищет способных студентов. «Нам нужны люди, которые вдохновлены этими инновациями, которым интересно заниматься маркетингом, брендингом, которые хотят самолизоваться в этой деятельности, попробовать себя научиться и достичь в этом успеха. Поэтому сегодня на семинар мы пригласили директора одного из крупных маркетинговых агентств «ГлавПиар». Он признанный эксперт такого провокационного пиара. Сегодня компания отбирает кандидатов для дальнейшей совместной работы. Но тесное сотрудничество «Эфко» с омскими вузами ведется уже сейчас. Пять выпускников технического университета трудятся в лаборатории инновационного центра «Бирюч». По оценкам специалистов компании, они добились отличных результатов в области биотехнологий. Возможно, совместными усилиями ученых и пиарщиков из Омска вскоре на прилавках российских магазинов появится угощение будущего. Денис Ионас, Никита Смирнов, Тимур Ичгириная, 12 канал. Выбор обуви – непростая задача, но еще сложнее правильно подобрать удобную, если ноги проблемные или нестандартные. Ярмарка белорусской обуви, которая открылась во Дворце молодежи на Левобережье, поможет решить эту проблему. Подробности в нашем материале. Теплая, стильная, удобная и, главное, для проблемных ног. Обувь от белорусских производителей давно славится отменным качеством. На выставке продажи ажиотаж. Такую продукцию в Омске ждали давно. Ведь в обычных магазинах очень сложно подобрать пару обладателям широкой ступни или нестандартной лодыжки. На ярмарке можно провести несколько часов, но обязательно подобрать себе обувь по ноге. Разброс цен делает белорусскую обувь привлекательной для любого кошелька. Модельный ряд привлечет внимание как молодежи, так и пенсионеров. Удачная покупка – повод обнять продавца. Подошва у нас идет полиуретан, в простонародье называется антилет. То есть для пожилых людей это будет очень хорошо, так как она не скользит, не промерзает и не дубеет на морозе. Кроме обуви на ярмарке можно приобрести различные аксессуары. Теплые ортопедические стельки, термобелье, текстильные принадлежности. Никита Смирнов, Дмитрий Хромцов, 12 канал. В Омске открывается ярмарка продажа одежды и обуви. На выбор покупателей мужские и женские пуховики, пальто и куртки, постельное белье, а также десятки моделей обуви из натуральной кожи. Порадуют и мечей и цены, и качества. Подобрать подходящий вариант помогут продавцы-консультанты. Подробности далее. Сотни моделей пуховиков, курток и пальто. Мужская и женская обувь из натуральной кожи с нескользящей подошвой. Всё это ждёт омичей на ярмарке распродажи верхней одежды и обуви. Среди такого выбора каждый сможет подобрать себе подходящий вариант и сделать покупку. На нашей ярмарке представлен широкий ассортимент верхней одежды и обуви разных производителей. Есть и как иностранные производители, так и отечественные. Обувь на проблемные ноги есть. Можем подобрать на любой сезон, на любой вкус. Также на ярмарке представлены десятки видов постельного белья, различных расцветок и материалов. А высокое качество одежды и доступные цены уже успели оценить сотни омичей. Приобрела здесь себе куртку, а мужу кожаную куртку и ботинки. Мне понравились цены. Так что я из-за этого и купила здесь. В магазине они дороже. Благодаря современным материалам такая одежда и обувь прослужит не один сезон. А продавцы-консультанты всегда помогут подобрать подходящую модель. Ярмарка распродажа верхней одежды и обуви пройдёт с 3 по 6 февраля с 10 утра и до 7 вечера по адресу Ленина, 20, Цокольный этаж, остановка Краевеческий музей. Никита Гайдаш, Денис Лопарёв, 12 канал. И о погоде. Завтра 30 января в регионе облачно, небольшой снег. В Омске ночью похолодает до минус 14, днём термометры покажут минус 10. В районах ночью 8-14 градусов ниже нуля, днём до минус 16. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. О развитии событий в следующих выпусках «Час новостей».